Привет, цяны игроманы! Роман игроман у аппарата. И это у нас симулятор газели. Представляете? Просто добавили еще новенький автомобильчик. Вроде бы построен он на базе ВАЗ-2105. Почему вроде бы? Так оно и есть. Просто вышло новое обновление. Вот газелька, которую мы с вами обозревали где-то несколько месяцев тому назад. Вот будет подсказка в правом верхнем углу экрана. Я считаю, что не надо нам с вами выдумывать велосипед и оставить белый цвет. Он больше всего подходит. Здесь, в настройках, у меня все поставлено на максималках. А по умолчанию было среднее. К сожалению, управление есть только актилометром и кнопками. Не понимаю, почему нельзя было добавить руль. Ну а в левом верхнем углу экрана у нас показано FPS. И то только при загрузке самой игры. Сейчас в этом вот геймплее не показано. Это я не по умолчанию здесь заспавнился. Сам сюда приехал на парковочку. А так бы я заспавнился, как только скачал эту игру. Вот там вот видите, где вот этот маркер желтенький. Новую локацию не добавили. Все по старому. Правда, может я что-то не помню. Давно уже играл в эту игру. Только всего лишь один видеоролик по ней заснял. Есть первый режим фар. Второй режим фар. А третий что забыл? То есть есть ближний, дальний. А есть еще дальний. Ультра дальний. Или как это понимать? Экстра дальний. Уже почему? Когда я нажимаю только на правый поворотник, у меня показано на системе, будто включена аварийка. Так же и с левым поворотником. Только с аварийкой все нормально. А то, что в такой простенькой игре есть зеркала заднего вида, работающие, никто не ожидал, я уверен. Потому что игра довольно-таки простенькая. Графон сам по себе мыльный такой вот. Ну как мыльный, довольно-таки простой. А салон интерьера данного автомобиля довольно-таки качественно выполнен. Будем с вами перевозить окна. Ну поехали. Вот на карте у нас с вами уже проложен маршрут. Да и не обязательно нажимать на карту, чтобы увидеть, куда ехать. Потому что в правом верхнем углу экрана есть уже маленькое своеобразное GPS. И если вы не заметили, трафик у меня тоже в X выставлен на максималках. Мост какой-то впереди. Не знаю, будем ли мы с вами проезжать. Если нет, в принципе, ничего особенного там, думаю, нет. Мосты никогда не видели, что ли. Спидометр рабочий. Есть как и на приборной панели, так и в левом верхнем углу экрана. А шучек FPS так вообще исчез. Бензозаправка декоративная. Никакой пользы она нам не предоставляет. Даже на карте отмечено. Ну и светофоры, что очень круто. Трафик довольно. Простые текстурки у автомобилей и ботов. Но тоже ничего. Жалко только легковушки. Нет ни автобусов, ни грузовиков. Про мототехнику, думаю, следует промолчать вообще. Хотя и ботов не так уж и много. Как я думал, выставляет трафик на максимум. Думал, будут пробки. На балансе у меня сверху посредине экрана вы можете заметить у меня 31 160 долларов. Не знаю, откуда так много. Я бы себе дал бы максимум 10 тысяч, если не 5. Да и на что мне тут так, в принципе, деньги тратить, а? Вроде бы транспорт весь открыт, тюнинга нет, покраска бесплатная. Только эвакуатор бабосиков стоит. Долларов так 5 тысяч. Довольно-таки немало. А вот, кстати, и тот, благодаря которому вышло вот это вот видео. Спасибо тебе огромное, пацан, за то, что мне сказал, что вышло обновление в этой игре. Если бы не ты, я не знаю, когда бы я узнал про это обновление, заснял бы ли вообще, откуда я бы про него узнал. Поэтому, если вы видите, что в какой-то топовой игре, которую я раньше снимал, мне понравилось, вышло обновление, ни в коем случае не стесняйтесь. Заходите в комментарии и пишите. Все комментарии я читаю, но далеко не на все отвечаю. Потому что их очень много, я думаю, вы меня понимаете. Мы уже въезжаем в город, в котором мы должны разгрузиться. То есть, доставить эти окна. Также, думаю, было бы неплохо, если бы в эту игру добавили грузовую буханку, такой маленький, с виду неуклюжий грузовичок. Да если бы и же каблук, ну или пирожок, в народе прозываемый, тоже было бы неплохо, если бы добавили. Или уазик маленький, уазик бобик. То есть, уазик буханка и уазик бобик. Только буханка будет нестандартного вида. Ну вот вам картинка. Все, в общем, приехали. А ссылочка на эту игру будет в описании. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом обновлении, что бы вы хотели, чтобы сюда еще добавили. Моя оценка этой игре вообще твердая четверка. Если бы было бы хотя бы управление рулем, то я бы с натяжкой, но поставил все-таки 5 звезд. В идеале поставил бы 5 звезд, если бы графика этих трафика и, в принципе, природы было бы лучше. Ну хотя бы трафика. Эти леса, озера и так классно проработаны. Также напишите в комментариях оценку этой игре от 1 звезды до 5. Как вы ее оцениваете. А я уже буду прощаться. Спасибо, что досмотрели этот видос. Вам огромный респектус. Как думаете, еще выйдет обновление в этой игре? Я что-то думаю нет, но надеемся опять-таки на лучшее. А я с вами прощаюсь и говорю вам всем до свидос.